Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы продолжаем слушать сказку «Конёк-горбунок». Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Зачинается рассказ от Ивановых проказ, и от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Козы на море ушли, горы лесом поросли, конь золотой узды срывался, прямо к солнцу поднимался. Лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой, ходит облак и сверкает, гром по небу рассыпает. Это присказка? Пожди, сказка будет впереди. Как на море океане и на острове буяние, новый гроб в лесу стоит, в гробе девица лежит. Соловей над гробом свищет, черный зверь в дубраве рыщет. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну, так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец, затесался во дворец. При конюшне царской служит и нисколько не потужит. Он о братьях об отце, государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не десять коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только. Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо молвить этот спальник, да Ивана был начальник. Над конюшной надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился. На Ивана и божился хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Но лукавство, сокрывая, он для всякого случая, притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает, постой-ка, я тебе двину, не умой-ка. Так недели через пять спальник начал примечать, Что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит. Но при всем том два коня, словно лишь из-под гребня. Чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, Челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, И в чанах больших сыта, будто только налита. Что за притча тут такая? Спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не что, так я и пулю, Не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить. Донесу я в думе царской, что конюшей государской, Басурманин ворожей, чернокнижник и злодей, Что он с бесом хлеб-соль водит, в церковь божию не ходит, Католицкой держит крест и постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, В стойлой спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, у него в груди заныло, Он ни жив, ни мертв лежит, сам молитвы все творит, Ждет суседки, чу, в самом деле. Двери глухо заскрепели, кони топнули, И вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, На окно ее кладет, и из шапки той берет В три завернутые тряпицы царский клад, Перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, Что чуть спальник не вскричал, И от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседке невдомек, он кладет перо в сусек, Чистить кони начинает, умывает, убирает, Гривы длинные плетет, разные песенки поет, А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, Смотрит спальник чуть живой, что тут деет домовой, Что за бес, ничто нарочно, приредился плут полночный, Нет рогов, ни бороды, рыжий парень хоть куды, Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке прозументы, Сапоги какал Софьян, ну, точнехонько, Иван. Что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Э-э-э, так вот что, наконец, проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая, угрожает, Все плетет, гривы в косы допоет. А убрав их в оба чана, нацедил сытые медвяной И насыпал дополна белоярого пшена. Тут, зевнув, пирожар птицы, завернул опять в тряпицы, Шапку под ухо и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться, И, услыша, что Иван так храпит, как Еруслан, Он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, Стукнул крепко об полбом и запел царю потом. «Я с повинной головою, царь явился пред тобою, Не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, не прибавляя», — царь сказал ему, зевая. «Если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю, «Помилуй, вот и истинный Христос, справедлив мой царь донос. Наш Иван-то всякий знает, от тебя отец скрывает, Но ни зла-то, ни сребро, жароптицево перо. Жароптицево проклятый, и он смел такой богатый? «Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей». Да и толь еще он знает. Спальник тихо продолжает, изогнувшийся. «Добро! Пусть имел бы он перо, да и самую жарптицу, Во твою, отец, светлицу. Коль приказ изволишь дать, похваляется достать». И доносчик с этим словом, скрючась обручем толовым, Ко кровати подошел, подал глад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся, И скусил пера конец, тут уклав его в ларец. Закричал от нетерпения, подтвердив свое веление, Быстрым взмахом кулака. «Гей! Позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана, Но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много влюбовался и до колотья смеялся, И дворяна, усмотря, что смешно то для царя, Меж собой перемигнулись и вдруг горять растянулись. Царь тем, как так доволен был, Что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь пустились звать Ивана, И на этот уже раз обошлись без проказ. Вот в конюшню прибегают, Двери насти шатворяют, И ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, Но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой, «Что за челядь тут такая?» Говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, Так не станете потом без пути будить Ивана!» Говорят ему дворяна. «Царь изволил приказать, Нам тебя к нему позвать». «Царь? Ну, ладно, Вот срежуся и тотчас к нему явлюся», Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, А пояской подвязался, Приумылся, причесался, Кнут свой сбоку прицепил, Словно утится, поплыл. Вот Иван к царю явился, Поклонился, подбодрился, Крякнул дважды и спросил, «А по что он меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, Закричал к нему со гневом, Приподнявшийся, «Молчать! Ты мне должен отвечать!» В силу коего указа Скрыл от нашего ты глаза Наше царское добро, Жароптицево перо. «Что я, царь, алибоярин?» «Отвечай сейчас, татарин!» Тут Иван, махнув рукой, Говорит царю, «Постой! Я те шапки Ровно не дал! Как же ты о том проведал?» «Что ты, ажно, Ты пророк?» «Ну да что, сади во строк! Прикажи сейчас хоть в палки! Нет пера, да и шабалки!» «Отвечай же, запырю!» «Я тебе толком говорю!» «Нет пера!» «Да слышь, откуда?» «Мне достать такое чудо!» Царь с кровати тут скачил И ларец с пером открыл. «Что, ты смел еще переться?» «Да уж нет! Не отвертеться!» «Это что, а?» Тут Иван, задрожав, как лист буран, Шапку выронил с испуга. «Что, приятель, видно туго?» Молвил царь. «Постой-ка, брат!» «Ох, помилуй, виноват!» «Отпусти вину Ивану! Я вперед уж врать не стану!» И, закутавшись в полу, «Растянулся на полу!» «Ну, для первого случаю Я вину тебе прощаю!» Царь Ивану говорит, «Я, помилуй, Бог, сердит! Из сердцов иной порою Чуб сниму из головою! Так вот, видишь, я каков!» «Но сказать без дальних слов Я узнал, что ты, жарптицу, В нашу царскую светлицу, Если вздумал приказать, Похваляешься достать!» «Ну, смотришь, не отпирайся!» «И достать ее старайся!» «Тут Иван волчком вскочил!» «Я того не говорил!» «Закричал он, утираясь!» «Опере не запираюсь!» «Ну, а птицы, как ты хошь!» «Ты на праслину ведешь!» «Царь, затрясший бородою!» «Что? Рядиться мне с тобою?» «Закричал он!» «Но смотри!» «Если ты недели в три Не достанешь мне жарптицу В нашу царскую светлицу, То, клянусь, бородой, Ты поплатишься со мной!» «Направешь в решетку, накол!» «Вон холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, Где конек его лежал. Горбунок, его почуя, Дрягнул было плясовую, Но, как слезы увидал, Сам чуть-чуть не зарыдал. Что Иванушка не весил, Что головушку повесил?» Говорил ему конек. «У его вертяся ног, Не утайся предо мною! Все скажи, что за душою! Я помочь тебе готов!» «Аль мой милый нездоров!» Аль попался к лиходею, Пал Иван коньку на шею, Обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» Сказал. «Царь велит достать жарптицу В государскую светлицу!» «В чем мне делать, Горбунок?» Говорит ему конек. «Велика беда, не спорю, Но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, Что не слушался меня. Помнишь, ехав в град столицу, Ты нашел пирожар птицы?» Я сказал тебе тогда, «Не бери, Иван, беда, Много-много непокою Принесет оно с собою. Вот теперь а ты узнал, Правду ли я тебе сказал? Но сказать тебе по дружбе Это службишка, не служба, Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди И скажи ему открыто, Надо, царь, мне два корыта, Белоярова пшена До заморского вина. Довели поторопиться, Завтра только зазориться Мы отправимся в поход». Тут Иван к царю идет, Говорит ему открыто, «Надо, царь, мне два корыта, Белоярова пшена До заморского вина. Довели поторопиться, Завтра только зазориться Мы отправимся в поход». Царь-то час приказ дает, Чтоб посыльные дворяна Все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал «И счастливый путь сказал». На другой день утром рано Разбудил конек Ивана. «Гей, хозяин, полно спать, Время дело исправлять». Вот Иванушка поднялся, В путь дорожку собирался, Взял корыто и пшено, И заморское вино, Потеплее приоделся, На коньке своем уселся, Вынул хлеба ломоток И поехал на восток Доставать таёжер птицу. Едут целую седмицу, Напоследок в день осьмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конёк Ивану, «Ты увидишь здесь поляну, На поляне той гора, Вся из чистого сребра. Вот сюда-то до зорницы Прилетают жары птицы, Из ручья воды испить, Тут и будем их ловить». И, окончив речь к Ивану, Выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут, Словно камень изумруд, Ветерок над нею веет, Так вот искорки и сеет, А по зелени цветы Несказанной красоты. А на той ли на поляне, Словно вал на океане, Возвышается гора, Вся из чистого сребра. Солнце летними лучами Красит всю её зарями, В сгибах золотом бежит, На верхах свечой горит. Вот конёк по косогору Поднялся на эту гору, Вёрсту другу побежал, Устоялся и сказал, «Скоро ночь, Иван, начнётся, И тебе стеречь придётся. Ну, в корыто лей вино, И с вином мешай пшено, А чтоб быть тебе закрыту, Ты под то подлезь, корыто, Втихомолку примечай, Да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы, Прилетят сюда жар-птицы И начнут пшено клевать, Да по-своему кричать. Ты, которая поближе, И схвати её, смотри же, А поймаешь птицу жар И кричи на весь базар. Я-то час к тебе явлюся, Ну, а если обожгуся, Говорит коньку Иван, Растилая свой кафтан, Рукавички взять придётся, Чай-плутовка больно жгётся. Тут конёк из глаз исчез, А Иван, кряхтя, подлез Под дубовое корыто И лежит там, как убитый. Вот полночною порой Свет разлился над горой, Будто полдни наступают, Жары птицы налетают, Стали бегать и кричать, И пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый, Смотрит птиц из-под корыта И толкует сам с собой, Разводя вот так рукой. Тьфу ты, дьявольская сила! Эк их дряни привалила, Чай их тут десятков с пять, Кабы всех переимать, То-то было бы поживы. Нечем молвить, страх красивый, Ножки красные у всех, А хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету, А уж сколько парень свету, Словно батюшки на печь! И, скончав такую речь, Сам с собою под лазейкой, Наш Иван ужом да змейкой Капшину с вином подполз. Хвать одну из птиц за хвост! Ой, конечек-горбуночек, Прибегай скорее, дружочек! Я ведь птицу-то поймал! Так Иван дурак кричал. Горбунок-то час явился, Ай, хозяин отличился, Говорит ему конек. Ну, скорее ее в мешок, Да завязывай тужее, А мешок привесь на шею, Надо нам в обратный путь. Нет, дай птиц-то мне пугнуть, Говорит Иван. Иван, смотри-ка, Вишь, надселися от крика. И, схвативши свой мешок, Хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, Встрепенулася вся стая, Кругом огненным свелась, И за тучи понеслась. А Иван наш вслед за ними Рукавицами своими Так и машет и кричит, Словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись, Наши путники собрались, Уложили царский клад И вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит, Сам на спальниках глядит, А уж тот, ничто от скуки, Искусал себе все руки. Разумеется, достал, Наш Иван царю сказал, Где ж она? Постой немножко, Прикажи сперва окошко В почивальне затворить, Знашь, чтоб темень сотворить. Тут дворяна побежали И окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. Ну-ка, бабушка, пошел! Свет такой тут вдруг разлился, Что весь лют рукой закрылся. Царь кричит на весь базар, Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных, взывайте, Заливайте, заливайте! Это, слышь ты, не пожар, Это свет от птицы жар, Молвил ловчий, Сам со смеху надрываяся, По теху. Я привез тебе, а сударь, Говорит Ивану царь, Вот люблю дружка Ванюшу, Взвеселил мою ты душу, И на радости такой Будь же царский стременной. Это, видя хитрый спальник, Прежний конюших начальник, Говорит себе под нос, Нет, постой, молокосос, Не всегда тебе случится, Так канальски отличиться. Я тебе снова подведу, Мой дружочек под беду. Через три потом недели, Вечерком одним не сидели, В царской кухне повара И служители двора, Попивали мед из жбана, Дочитали Еруслана. Эх, один слуга сказал, Как сегодня я достал От соседа чудо-книжку. В ней страниц не так, Чтоб слишком, Да и сказок только пять, А уж сказки вам сказать, Так не можно надевиться, Надо ж это, кумудрица. Тут все в голос, Удружи, Расскажи, брат, Расскажи, Ну, какую ж вы хотите. Пять ведь сказок, Вот, смотрите, Первая сказка о бобре, А вторая о царе, Третья, Дай бог память, Точно о боярине восточной. Вот четвертый князь бобыл, В пятой, в пятой, Эх, забыл. В пятой сказке говорится, Так в уме вот и вертится, Ну, да брось ее, постой, А красотки ж только коль. Точно, в пятой говорится, О прекрасной царь-девице, Ну, которую уж, друзья, Расскажу сегодня я. Царь-девицу все кричали, О царях мы уж слыхали, Нам красоток-то скорей, Их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, Стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран Есть, ребята, океан, Потому ли океану Ездят только басурманы. С православной же земли Не бывали ни кали, Ни дворяне, ни миряне На поганом океане. От гостей же слух идет, Что девица там живет, Но девица непростая, Дочь, вишь, месяцу родная, Да и солнышко ей брат. Та девица, говорят, Ездит в красном полушубке, В золотой, ребята, шлюпке, И серебряным веслом Самолично правит в нем, Разные песни попевает И на гусельках играет. Спальник тут с палати скок И со всех обеих ног Во дворец к царю пустился И как раз к нему явился. Стукнул крепко об полбом И запел царю потом. Я с повинной головою Царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, Прикажи мне говорить. Говори, да правду только, И не ври, смотри нисколько. Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал, Мы сегодня в кухне были, За твое здоровье пили, А один из дворских слуг Нас забавил сказкой слух. В этой сказке говорится О прекрасной царь-девице. Вот твой царский стременной Поклялся твоей бродой, Что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу. И ее, изволишь знать, Похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. Гей, позвать мне стременного! Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал, А посыльные дворяна Побежали по Ивана. В крепком сне его нашли И в рубашке привели. Царь так начал речь. Послушай, на тебя дано, сванюша. Говорят, что вот сейчас Похвалялся ты для нас Отыскать другую птицу. Сирич молвит царь-девицу. Что ты, что ты, бог с тобой? Начал царский стременной. Чай с просонков я толкую, Штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хош, А меня не проведешь. Царь, затрясший бородою, Что, рядится мне с тобою? Закричал он. Но смотри, если ты недели в три Не достанешь царь-девицу В нашу царскую светлицу, То, клянусь обородой, Ты поплачешься со мной. Направешь в решетку накол, Вон холоп! Иван заплакал и пошел на сеновал, Где конек его лежал. Что Иванушка не весил, Что головушку повесил, Говорит ему конек, Аль мой милый занемок, Аль попался к лиходею, Пал Иван коньку на шею, Обнимал и целовал. Ох, беда конек, сказал, Царь велит свою светлицу, Мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек, Велика беда, не спорю, Но могу помочь я, горю, Оттого беда твоя, Что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе Это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи, Ведь для поимки надо, царь, Мне две ширинки, Шитый золотом шатер, Да обеденный прибор, Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения. Вот Иван к царю идет, И такую речь ведет. Для царевненной поимки Надо, царь, мне две ширинки, Шитый золотом шатер, Да обеденный прибор, Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения. Вот давно бы так, чем нет. Царь с кровати дал ответ И велел, чтобы дворяна Все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал И счастливый путь сказал. На другой день, утром рано, Разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать, Время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, В путь дорожку собирался, Взял ширинки и шатер, Да обеденный прибор, Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал И веревкой завязал. Потеплее приоделся, На коньке своем уселся, Вынул хлеба ломоток И поехал на восток. Потаёли царь-девицу. Едут целую седмицу, Напоследок в день осьмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конёк Ивану, Вот дорога к океану, И на нём-то круглый год Да красавица живёт. Два раза она лишь сходит С океана и приводит Долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам И, окончив речь к Ивану, Выбегает к океану, На котором белый вал Одинёшенье гулял. Тут Иван с конька слезает, А конёк ему вещает. Ну, раскидывай шатёр, На ширинку ставь прибор Из заморского варенья И сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, Да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, То царевна подплывает. Пусть в шатёр она войдёт, Пусть покушает, попьёт. Вот, как в гусли заиграет, Знаю ж, время наступает. Ты-то час в шатёр вбегай, Тут царевну сохватай И держи её сильнее. Да зови меня скорее. Я на первый твой приказ Прибегу к тебе как раз. И поедем. Да смотри же, Ты гляди за ней поближе. Если ж ты её проспишь, Так беды не избежишь. Тут конёк из глаз сокрылся, За шатёр Иван забился. И давай дыру вертеть, Чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, Царь-девица подплывает, Входит с гуслими в шатёр И садится за прибор. Хм, так вот-то царь-девица, Как же в сказках говорится, Рассуждает стременной. Что куда красна собой, Царь-девица так, что дива. Это вовсе некрасиво, И бледна-то, и тонка, Чай в обхват-то три вершка. А ножонка-то, ножонка, Тьфу ты, словно у цыплёнка. Пусть полюбится кому, Я и даром не возьму. Тут царевна заиграла И столь сладко припевала, Что Иван, не зная как, Прикорнулся на кулак. И под голос тихий, стройный, Засыпает приспокойно. Запад тихо догорал, Вдруг конёк над ним заржал, И, толкнув его копытом, Крикнул голосом сердитым, Спи, любезный, до звезды, Высыпай себе беды, Не меня ведь вздёрнут на кол. Тут Иванушка заплакал И рыдаючи просил, Чтоб конёк его простил. «Отпусти вину Ивану, Я вперёд уж спать не стану, Ну уж Бог тебя простит!» Горбунок ему кричит. «Всё поправим, Может статься, Только чур не засыпаться, Завтра рано поутру К златошвейному шатру Приплывёт опять девица Мёду сладкого напиться. Если ж снова ты заснёшь, Головы уж не снесёшь». Тут конёк опять сокрылся, А Иван сбирать пустился Острых камней и гвоздей От разбитых кораблей Для того, чтоб уколоться, Если вновь ему вздремнётся. На другой день поутру К златошвейному шатру Царь-девица подплывает, Шлюпку на берег бросает, Входит с гуслями в шатёр И садится за прибор. Вот царевна заиграла И столь сладко припевала, Что Иванушке опять Захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дрянная!» Говорит Иван, вставая. «Ты вдруг гореть не уйдёшь И меня не проведёшь!» Тут шатёр Иван вбегает, Косу длинную хватает. «Ой, беги, конёк, беги! Горбунок мой, помоги!» Вмиг конёк к нему явился, «Ах, хозяин отличился!» «Ну, садись же поскорей, Да держи её плотней!» Вот столица достигает, Царь к царевне выбегает, За белые руки берёт, Во дворец её ведёт. И садит за стол дубовый, И под занавес шелковый В глазки с нежностью глядит, Сладкий речи говорит. «Бесподобная девица, Согласися быть царица! Я тебя едва узрел, Сильной страстью воскипел, Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи, И во время бела дня Ох, измучают меня!» Молви ласковое слово, Всё для свадьбы уж готово, Завтра ж утром, светик мой, Обвенчаемся с тобой И начнём жить припевая. А царевна, молодая, Ничего не говоря, Отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, Но сильнее ещё влюбился. На колен пред нею стал, Ручки нежно пожимал, И болясы начал снова. Молви ласковое слово, Чем тебя я огорчил? А ли тем, что полюбил? «О, судьба моя плачевна!» Говорит ему царевна. «Если хочешь взять меня, То доставь ты мне в три дня Перстень мой из океана. Гей, позвать ко мне Ивана!» Царь поспешно закричал И чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, Царь к нему оборотился И сказал ему, «Иван, поезжай на океан, В океане том хранится, Перстень, слышь ты, царь девицы, Коль достанешь мне его, Задарю тебя всего. Я из первой-то дороги Волочу на силу ноги. Ты опять на океан!» Говорит царю Иван. «Как же плут не торопиться! Видишь, я хочу жениться!» Царь со гневом закричал И ногами застучал. «У меня не отпирайся, А скорее отправляйся!» Тут Иван хотел идти. «Эй, послушай, по пути, Говорит ему царица, Заезжай ты поклониться В изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, Дочь ее узнать желает, Для чего она скрывает По три ночи, по три дня Лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный Завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине Не пошлет луча ко мне? Не забудь же! Помнить буду, Если только не забуду. Да ведь надо же узнать, Кто те братец, кто те мать, Чтоб в родне-то нам не сбиться, Говорит ему царица. Месяц, мать мне, Солнце, брат, Да смотри, три дня назад, Царь жених к тому прибавил, Тут Иван царя оставил И пошел на сеновал, Где конек его лежал. Что Иванушка не весил, Что головушку повесил, Говори ему конек, Помоги мне, горбунок, Видишь, вздумал царь жениться, Знашь, на тоненькой царице, Так и шлет на океан, Говорит коньку Иван, Дал мне сроку три дня только, Тут попробовать изволь-ка, Перстень дьявольский достать. Да велела заезжать, Эта тонкая царица, Где-то в терем поклониться, Солнцу, месяцу, Притом, И спрошать кое об чем. Тут конек, Сказать по дружбе, Это службишка, Не служба, Служба все, брат, впереди, Ты теперь спать поди, А на завтра утром рано Мы поедем к океану. На другой день Наш Иван, Взяв три луковки в карман, Потеплее приоделся, На коньке своем уселся И поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть, Вот и сказки пока конец, А кто слушал, Молодец! До встречи в новом видео! До встречи в новом прохождения! Пока! Продолжение следует...